Деньги налогоплательщиков Посмотрите, какой огромный! Путь предназначения. Флагман флота Цитадели. Размеры-то не главное. Чего так беситесь, Джокер? Просто говорю, огневая мощь важнее. Глядите, какое чудище! Его главная пушка пробьет щиты любого корабля Альянса. Хорошо, что она на нашей стороне. Цитадель главная. Я фригад Норманди. Запрашиваю посадку. Ждите разрешения, Норманди. Посадка разрешена. Можете начинать заход. Переключаю вас на оператора Альянса. Вас понял. Конец света. Норманди. Это диспетчерская Альянса. Следуйте к ДОПу 422. ДОПУ 422. Турианцы не колонизируют планеты на границе систем Термина, посол. Землян предупреждали об опасностях Траверса. А Сарен? Мы простим предательство Спектра, я требую вмешательства. Вы не можете ничего требовать от Совета, посол. Служба безопасности Цитадели изучает доказательства вины Сарена. Мы обсудим заключение на слушаниях. Не ранее. Капитан Андерсон, вижу, вы привели половину команды. Группа, совершавшая высадку на Иден Прайм. На случай, если у вас возникнут какие-то вопросы. У меня есть отчеты о выполнении задания. Думаю, их данные точны? Абсолютно. Похоже, вы убедили Совет выслушать нас. Их это не обрадовало. Сарен их лучший агент. Им не понравилось, что его обвиняют в предательстве. Я не собираюсь отсиживать зад просто потому, что Совет ничего не делает. Если они не начнут поиски Сарена, я займусь этим. Успокойтесь, капитан. Вы уже сделали предостаточно, чтобы подвергнуть сомнению целесообразность принятия вас в спектр. Миссия на Иден Прайм должна была доказать ваши профессиональные способности. Вместо этого, каким-то чудовищным образом, Найлус был убит, а маяк уничтожен. В этом виноват Сарен, а не она. Тогда нам лучше надеяться, что расследование СБЦ подтвердит ваше обвинение. В противном случае Совет использует это, чтобы отклонить вашу кандидатуру. Пойдемте со мной, капитан Андерсон. Я хотел бы кое-что обсудить перед слушанием. Шепард, вас и остальных ждем в башне Цитадели. Верхний уровень. Допуск я вам обеспечу. В такие моменты я ненавижу политиков. Сарен что-то скрывает. Дайте мне больше времени. Задержите их. Задержать членов Совета? Не смешите меня. Ваше расследование закончено, Гарус. Капитан Шепард, Гарус Вакариан. Я был офицером СБЦ, ответственным за расследование дела Сарена. Похоже, вы очень хотите раскопать компромат на него. Я ему не верю. Я докажу, что он затеял что-то недоброе. Но он спектр. Все его дела проходят под грифом секретно. Я не могу собрать доказательства. Совет уже готов нас принять, капитан. Удачи, Шепард. Может, они прислушаются к вам? Не смешите меня. Волосы не присоединятся к Совету еще много лет. Я в этом не уверен. Люди. Слушание началось. Идем. Атака гетов — серьезный вопрос. Но нет прямых доказательств того, что в этом деле замешан Сарен. Расследование, проведенное СБЦ, не обнаружило подтверждений измены Сарена. Свидетель видел, как хладнокровно он убил Найуса. Мы прочитали доклад об Иден Прайм, посол. Показания одного испуганного рабочего — едва ли серьезное доказательство. Я отвергаю эти обвинения. Найлус был моим коллегой и другом. Поэтому вы и застали его врасплох. Капитан Андерсон, когда люди выдвигают против меня ложное обвинение, почему-то всякий раз в этом бываете замешаны вы. А это, похоже, протеже Андерсона, некто Шепард. Человек, приложивший все усилия, чтобы уничтожить протеанский маяк. Это вы вывели из строя маяк, а затем попытались скрыться. Пытаетесь свалить вину на меня, как капитан Андерсон? Вижу, он надрессировал вас. Что еще можно ожидать от человека? При следующей нашей встрече я попытаюсь убить вас. Будьте готовы. Ваша раса должна знать свое место, Шепард. Вы не готовы войти в Совет. Вы даже не готовы вступить в ряды Спектров. У него нет права так говорить. Подобные решения не в его компетенции. Вопрос о принятии Шепардов в Спектр не является целью этого заседания. Тогда какой вопрос решается сейчас? Люди зря тратят ваше время, Советник. И мое. Вы не сможете вечно прятаться за спинами Совета. Есть еще один факт, который не стоит сбрасывать со счетов. Ведение капитана. Их мог вызвать маяк. Мы что, теперь и сны считаем доказательством? Как прикажете защищаться от таких нелепых обвинений? Согласен. Наше суждение должно основываться на фактах и уликах, а не на том, что кому-то привиделось или показалось. Вам есть что еще сказать, капитан Шепард? Вы приняли решение. Я не хочу зря тратить свое время. Совет не обнаружил никакой связи между Сараном и Геттами. Посол, ваше прошение исключить его из рядов Спектров отклонено. Рад, что справедливость восторжествовала. Заседание закрыто. Мы совершили ошибку, пригласив вас на это заседание, капитан. Вас слишком многое связывает с Сараном. Совет выразил свою обеспокоенность. Я знаю Сарана как облупленного. У него одна цель с Геттами – уничтожить людей как расу. Уничтожение грозит каждой нашей колонии. Каждая контролируемая нами планета в опасности. Даже Земля. Нам нужно самим разобраться с Сараном. Он Спектр. А это значит, что теоретически он неприкосновенен. Нам придется сначала разоблачить его. А как насчет Гарруса, того следователя из СБЦ? Мы видели, как он спорил с директором. Верно. Он просил дать ему больше времени для расследования. Похоже, он нащупал что-то, связанное с Сараном. Есть идеи, где его можно найти? У меня есть знакомый в СБЦ. Он выведет нас на Гарруса. Его зовут Харкин. Хорошие вас знакомые. Харкина еще месяц назад выперли за пьянство. Я бы не стал тратить время на этого алкаша. Вам и не придется, капитан. Не хочу, чтобы совет использовал эту историю с Сараном как повод для недоверия к нашему расследованию. Я поручаю дело Шепарду. Нельзя отстранять капитана Андерсона от этого расследования. Да нет, посол прав. Мне лучше не светиться. У меня срочные дела, капитан. Встретимся позднее. Жду вас в моем кабинете. Харкин, наверное, надирается в логове Коры. Это один сомнительный бар в нижней части жилых секторов. Может быть, есть и другой способ найти улики против Сарана. Поговорите с бар Лайвоном в финансовом районе. Говорят, он агент серого посредника. Серого посредника? Он информационный дилер. Покупает и продает секреты тому, кто предложит лучшую цену. Я слышал, один из его представителей, бар Лавон. Он, возможно, знает что-то о Саране. Но эта информация вам дорого обойдется. Мне нужно идти. Удачи, Шепард. Если вам что-то понадобится, я буду в кабинете посла. Стой, Рекс. Фист приказал валить тебя, если сунешься. И чего вы ждете? Я здесь, перед вами. Для Фиста это шанс. Другого шанса не будет. Он не выйдет, Рекс. Конец разговору. Мы только начали. С дороги, люди. Не слите меня. Ну и в чем дело? Кто его знает? Постараемся не лезть на рожон. Здравствуй, киса. Хочешь разлиться? Знаешь, что я тебе скажу? Нет ничего эротичнее красавицы в военной форме. Давай, киса, посиди со стариной Харкиным. Возьми себе что-нибудь выпить и посмотрим, к чему это приведет. Я лучше пойду напьюсь с Кроганом, чем с таким, как ты. Хочешь меня обидеть? Тогда старайся получше. За 20 лет работы в СБЦ меня каким только дерьмом не поливали, принцесса. Я ищу офицера СБЦ. Турианца по имени Гарус. Гарус? Красавчик. Ты, видать, из команды Андерсона. Старый долбонавт все пытается Сарена прищучить, а? Знаю я, где Гарус. Ты сначала вот что скажи. Капитан уже поведал тебе свою маленькую тайну. Просто скажи, где найти Гаруса, иначе все закончится плохо. Так это все связано. Неужто не интересно? Капитан твой был спектром. Не знаешь об этом, так ведь? Это страшная тайна. Первый человек, который удостоился этой чести. И ни хрена у Андерсона не вышло. Облажался на задании настолько, что его вышвырнули. Он-то Сары навинит, понятно. Говорит, Турианец подставил его. Просто скажи, где искать Гаруса. Гарус что-то вынюхивал в кабинете доктора Мишель. У него клиника в другой части жилых сектору. Он вроде собирался пойти туда. От тебя мне ничего не нужно. Ну и вали. Выпить спокойно не дадут. Я никому не говорила. Клянусь. Очень разумно с твоей стороны. Если Гарус объявится, веди себя хорошо. Держи рот на замке. Кто вы? Отпусти ее. Как раз вовремя, Шепард. Я поймал ублюдка в прицел. Чисто вы его уложили. Иногда везет. Доктор Мишель, вы не ранены? Нет, я в порядке. Благодаря вам. Всем вам. Почему они угрожали вам? На кого они работают? Они работают на Фиста. Они хотели заставить меня замолчать, чтобы я не сказала Гарусу о Кварианке. О какой Кварианке? Несколько дней назад ко мне в кабинет пришла Кварианка. В нее стреляли, но она не хотела говорить, кто это сделал. Было заметно, что она напугана. Возможно, в бегах. Она начала спрашивать меня про Серого Посредника. Она хотела получить убежище в обмен на информацию. И что дальше? Я свела ее с Фистом. Он работает на Серого Посредника. Уже нет. Теперь он работает на Сарана. И Серый Посредник от этого не в восторге. Фист предал Серого Посредника? Глупо даже для него. Саран, должно быть, предложил ему серьезную сумму. У этой Кварианки есть что-то, что нужно Сарану. Что-то, ради чего стоит предать Серого Посредника. У нее должно быть какое-то доказательство его вины. Кварианка ничего не говорила про Сарана? Или про гетов? Говорила. Информация, которую она хотела обменять. Она как-то была связана с гетами. Наверное, у нее есть доказательства связи Сарана с гетами. Совет не сможет закрыть на это глаза. Пора нанести визит Фисту. Это ваша игра, Шепард. Но я хочу наказать Сарана не меньше. Я иду с вами. Добро пожаловать на борт, Гарус. Знаете, Фист нужен не только нам. Серый Посредник нанял Крогана по имени Рекс, чтобы тот прикончил его. Да, мы видели его в баре. Кроган может пригодиться. Я слышал, он в Академии СБЦ. Что ему там нужно? Фист заявил, что Рекс угрожал ему. Мы забрали Рекса, чтобы поговорить с ним. Если поторопитесь, застанете его в Академии. Выдвигаемся. На вас поступила жалоба из бара Фиста. Держитесь оттуда подальше. Не надо командовать. Рекс, это последнее предупреждение. Предупреждая Фиста, я убью его. Хотите, чтобы я вас арестовал? Ну давай, попробуй. Ну хватит. Проваливайте. Мы знакомы, человек. Фист нужен мне. Я не позволю вам встать у меня на пути. Теперь я узнаю вас. Вы капитан Шепард. Служите Альянсу. Я много слышал о вас. Мы оба солдаты, Шепард. Из уважения я хочу по-честному вас предупредить. Я собираюсь убить Фиста. Фист знает, что вы придете. Вместе у нас больше шансов справиться с ним. У моего народа есть поговорка, которая гласит. Ищи врага своего врага, и ты найдешь друга. Думаю, мы поладим, Рекс. Пойдемте. Мне не хочется заставлять Фиста ждать. Фиста ждет. Тет-а-тет. С глазу на глаз. Херня. Даже меня наняли через агента. Никто не видел этого серого черта. Никогда. Даже я не знаю, кто он. Но она-то этого не знала. Я и пообещал ей устроить встречу. Но когда она объявится там, ее будут поджидать люди Сарана. Говори, где будет встреча, пока я не вырвала твой лживый язык. Да тут, в жилых секторах, в переулах за рынками. Она встречается с ним прямо сейчас. Если поторопишься, успеешь. Что вы делаете? Серый посредник заплатил мне за его смерть. Я должен сделать работу. Многие погибли из-за него. Рано или поздно этим бы все закончилось. Нужно шевелиться. Надо спасти Кварианку. Принесли. Где серый посредник? Где Фист? Сейчас будут. Где доказательства? Так не пойдет, сделка отменяется. Фист подставил меня. Я знала, что ему не следует доверять. У вас есть доказательства того, что Саран работает на гетов. Дайте мне их. Не так быстро. Кто вы? У меня нет времени на вопросы. Мне нужны доказательства против Сарана. Пожалуй, я вам обязана. Но не здесь, у всех на виду. Нужно найти укромное место. Можно отвезти ее в посольство людей. Да и вашему послу захочется взглянуть на это. Вы усложняете мне жизнь, Шепард. Перестрелка в жилых секторах. Масштабная операция по нападению на логово Коры. Вы хоть представляете? Кто это? Кварианка? Вы что задумали, Шепард? Кварианка может помочь нам справиться с Сараном. Я бы сказала вам об этом, если бы не перебивали меня постоянно. Прошу меня простить, капитан. Вся эта история с Сараном сильно потрепала мне нервы. Может, вы начнете с самого начала, мисс... Меня зовут Тали. Тали Зора Нарайя. Кварианцы здесь бывают нечасто. Почему вы покинули флотилию? Я отправилась в паломничество. Это ритуал вступления в совершеннолетие. И где обещанное доказательство? Во время своего путешествия я слышала сообщение о появлении геттов. С тех пор, как гетты стали причиной изгнания нашей расы, они никогда не пересекали границы в Уале. Мне показалось это любопытным. Я последовала за одним из патрулей геттов на неисследованную планету. Дождалась, когда один из них отстанет от своей группы. А потом отключила его и вынула модуль памяти. Я думал, в момент смерти гетта его модуль сгорает. Что-то типа защитного механизма. Что вы обнаружили? Большая часть данных была уничтожена. Но мне удалось вытащить кое-какие звуковые дорожки. Мы одержали крупную победу на Иден Прайне. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. Это голос Сарана. Это подтверждает его причастность к нападению. От такой улики Саран не отвертится. Подождите. Это не все. Саран работал не один. Мы одержали крупную победу на Иден Прайне. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение Пожинателей. Я не узнаю второй голос, который говорит про Пожинателей. Мне кажется, я уже слышала о них. Согласно данным модулям памяти, Пожинатели — высокоразвитая раса машин, существовавшая 50 тысяч лет назад. Пожинатели полностью истребили Протеан, после чего исчезли. Так, по крайней мере, считают Гетте. Звучит каким-то неубедительным образом. Видение на Иден Прайне. Теперь я понимаю их смысл. Я видела, как Протеан уничтожили Пожинатели. Гетте считают Пожинателей богами, вершиной неорганической жизни. И они полагают, что Саран знает, как вернуть Пожинателей. О, Совет придет в восторг. Они все равно не поверят. Просто не сообщайте им. Мы должны им сообщить. Это полностью доказывает предательство Сарана. Даже если они не поверят всему остальному. Капитан прав. Мы должны сообщить об этом Совету незамедлительно. А с этой что? С Кварианкой? Меня зовут Тали. Капитан, вы видели, на что я способна. Разрешите мне пойти с вами. Я приму любую помощь. Спасибо. Вы не пожалеете об этом. Мы с Андерсоном подготовим сообщение для Совета. Таким нехитрым образом у вас есть несколько минут на подготовку. Встречаемся в башне. У Дина демонстрирует Совету доказательства, полученную Кварианке. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение Пожинателей. Вам нужно было доказательство? Вот оно. Ваше доказательство неопровержимо. Сарен будет лишен статуса Спектра. Нами также будут предприняты все меры, необходимые для того, чтобы призвать его к ответу за его преступление. Я узнаю второй голос на этой записи. Он принадлежит матриарху Беназии. Она, наверное, тоже работает с гетами. Матриарх Беназии очень сильный биотик, и у нее много последователей. Для Сарена это могущественный союзник. Меня больше беспокоят Пожинатели. Что вы знаете о них? Только то, что удалось восстановить из памяти Гетта. Пожинатели — древняя раса машин. Они уничтожили Протеан, а затем исчезли сами. Гетты верят, что Пожинатели — боги, а Сарен — пророк их возвращения. Нам кажется, что Канал — это ключ к их возвращению. Сарен ищет его. Вот почему он напал на Иден Прайм. А нам известно, что такое Канал? Сарен полагает, что с его помощью можно вернуть Пожинателей. И это плохие новости. Вы понимаете, что говорите. Сарен хочет вернуть машины, которые уничтожили жизнь в галактике. Невероятно! Невозможно! И куда исчезли Пожинатели? Почему они исчезли? Почему мы не нашли следов их существования? Если они реальны, то мы должны были обнаружить хоть что-то. Я предупреждала вас о Сарене, а вы отказались взглянуть правде в глаза. Не повторяйте ошибки. Это другой случай. Вы доказали, что Сарен предал совет. Все мы согласны с тем, что он использует Геттов в поисках канала. Но мы не знаем, почему. Очевидно, что Пожинатели — это миф, капитан. Удобная ложь для прикрытия истинных мотивов Сарена. Легенда, которую он использует для того, чтобы привлечь Геттов на свою сторону. 50 тысяч лет назад Пожинатели уничтожили всю цивилизацию в галактике. Если Сарен найдет канал, это повторится. Сарен — предатель, который спасается бегством. У него уже нет ни прав, ни возможностей Спектра. Совет лишил его всех полномочий. Но этого недостаточно. Вы же отлично знаете, что он прячется где-то в траверсе. Вот и пошлите туда свой флот! Флот не может атаковать одно единственное существо. Флот Цитадели может оцепить весь регион. Это помешает Геттам нападать на наши колонии. Но это может привести к войне с системами Термина. Мы не можем ввязываться в галактическую конфронтацию из-за пары десятков человеческих колоний. Вы игнорируете каждую нашу просьбу о помощи. Я согласен с капитаном. Я уже устал от этого совета и от всей античеловеческой... Посол, возможен другой вариант. Есть способ остановить Сарана, но без флота или армии. Нет. Еще слишком рано. Человечество не готово нести ответственность Спектров. Спектр Турианец предал совет. И именно человек вывел его на чистую воду. Я заслужила это. Капитан Шепард, сделайте шаг вперед. Решением совета вы наделяетесь всеми полномочиями и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки Цитадели. Спектров не тренируют, их выбирают. Они закалены в боях и в выполнении особых поручений. Своими поступками они ставят себя превыше всех званий и должностей. Спектры — это идеал, это символ. Воплощение смелости, целеустремленности и самоотдачи. Они — правая рука совета, инструмент нашей воли. Спектры несут тяжелое бремя. Они — защитники мира в галактике. Они — наша первая и последняя линии обороны. Безопасность галактики в их руках. Вы — первый спектр человек, капитан. Это великое достижение как для вас, так и для всей вашей расы. Я была готова к этому еще с Идан Прайм. Мы посылаем вас в Траверс за Сареном. Он скрывается от правосудия. Поэтому вы уполномочены использовать все средства для его ареста или устранения. Вы знаете, где мне его искать? Мы отошлем всю имеющуюся информацию послу Удине. Заседание совета закрыто. Поздравляю, капитан. Нам предстоит много сделать, Шепард. Вам понадобится корабль, команда, оборудование. А еще будет вам доступ к специальному снаряжению и тренировкам. Отправляйтесь в Академию СБЦ и поговорите с интендантом. Андерсон, пойдемте со мной. Мне понадобится ваша помощь в этом вопросе. Я думала, посол окажется более благодарным. Он даже не сказал вам спасибо. А чего вы ожидали от политика? После вас, Шепард. Важные новости, Шепард. Капитан Андерсон снял с себя полномочия командования Нормандии. Таким волшебным образом корабль теперь ваш. Быстрый и тихий корабль. Да и команда вам знакома. Идеальный корабль для Спектра. Берегите его, капитан. Это несправедливо. Нормандия принадлежит вам. Вам нужен собственный корабль. Спектры не подчиняются никому, кроме Совета. А мне пора в отставку. У нас есть какие-нибудь зацепки? Сарен пропал. Искать его бесполезно. Но мы знаем, что он ищет. Канал. Его геты рыскают по всему Траверсу в поисках зацепок. У нас были сообщения о появлении гетов на Ферросе незадолго до того, как связь с нашей колонией была потеряна. Кроме того, их видели на Наверии. Узнайте, что Сарен делал на Ферросе и Наверии. Может, вам удастся найти канал раньше него? Что-нибудь еще? У нас есть еще одна зацепка. Второй голос на той записи принадлежал матриарху Бенезии. У нее есть дочь, она ученый. Специализируется на протеанах. Мы не знаем, замешана ли она хоть каким-то банальным образом, но стоит попытаться ее найти. Узнайте, что ей известно. Ее зовут Лиара, доктор Лиара Т. Сони. Нам сообщили, что она занимается раскопками на одной из неисследованных планет в скоплении Тау Артемиды. Похоже, мы отправляемся в скоплении Тау Артемиды. Это ваше решение, капитан. Теперь вы спектр. Вы больше не отчитываетесь перед нами. Учтите, ваши действия имеют значение для всего человечества. Таким нехитрым образом, если заварите кашу, расхлебывать ее придется мне. Я разберусь с Ареном, а вы разбираетесь с политическими дрязгами. Я совсем не это хотел от вас услышать, Шепард. Помните, вы были человеком задолго до того, как стали спектром. Я опаздываю на встречу. Таким удачным образом на ваши вопросы ответит капитан Андерсон. Да, капитан. Расскажите, что случилось у вас с Ареном 20 лет назад. С тех пор прошло почти 20 лет. Посол Гойл была нашим представителем здесь, на цитадели. Как и у Дина, она хотела, чтобы один из людей стал спектром. И она выбрала меня. Совет направил Сарана следить за мной и за моими действиями. Точно так же, как они послали Найлуса следить за вами. Я думаю только о том, как остановить Сарана. Вы правы, капитан. Только неудачники живут прошлым. Мне нужно идти. Я буду здесь, если вам что-нибудь понадобится. Я слышал, что случилось с капитаном Андерсоном. Сотню сражений пережить, а потом раз, и из-за каких-то закулисных интриг мордой в говно. Никому не подставляйте спину, капитан. Если миссия пойдет не так, ваша голова полетит следующей. Руководить миссией должен капитан Андерсон. А я чувствую себя так, словно краду его корабль. Да, с Андерсоном обошлись херово. Но вы этому помешать не могли. Так что вас никто не винит. На этом корабле все горой за вас, капитан. На сто процентов. Интерком включен. Если хотите что-то сказать экипажу, сейчас самое время это сделать. Внимание, Нормандия! Говорит ваш капитан. Мы получили приказ найти Сарана раньше, чем он найдет канал. И я не дам никому и ничему помешать этой миссии. Совет закрывает на все глаза. Это неудивительно. Они не помогали нам в прошлом, и нет причин, по которым они стали бы помогать нам сейчас. Но нам не нужна их помощь. Мы справимся сами. Куда бы ни отправился Саран, мы пойдем за ним. Где бы он ни искал канал, мы будем там. Мы пойдем по его следу до самого края галактики и остановим его. Ни одной другой расе не хватит ни отваги, ни умения сделать это. Значит, придется нам. Мы единственные, кто может остановить Сарана. И я клянусь вам всем, мы его остановим. Зашибатая речь, капитан. Андерсон гордился бы вами. Андерсона здесь нет. Главное, теперь я, Джокер. Не теряйте времени, поднимайте нашу птичку. Да, мэм.